Пермский шоу-бизнес это определенная стезя, дорогие зрители. Пермский шоу-бизнес это индустрия. Пермский шоу-бизнес это что-то неосуществующее. Или пермский шоу-бизнес это все-таки нужная и действенная стезя в нашем городе, в нашей жизни. Василий Кучумов с вами. Продолжаем интернет-трансляцию нашего телеканала Уралинформ.ТВ. Программа шоу-бизнес по-пермски. Сегодня у меня в гостях мои коллеги, я надеюсь, друзья. Анастасия Бармина. Это арт-директор одного из модных клубов Перми и Горных Усталь. Туда вы наверняка захаживаете, дорогие друзья. И с хорошим настроением выходите. И Александр Лобанов, продюсер школы танцев Джейсан. Говорим снова о проблемах, о перспективах, да и вообще о шоу-бизнесе по-пермски. Да и не только по-пермски. В принципе, вообще о шоу-бизнесе. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Очень рад вас видеть здесь, что нашли время. Хотелось бы начать с трагичной новости, но которая буквально 10 минут назад оповестила всю нашу страну. Буквально недавно умерла замечательная актриса, оперная певица Галина Вишневская. Яркий представитель, наверное, шоу-бизнеса, искусства и культуры. Проговорил, чтобы зрители знали, свою совесть очистил. Ну что, шоу-бизнес по-пермски. Есть он или нет, Анастасия? Вы как арт-директор клуба. Знаете, разграничиваю совершенно клубный бизнес и шоу-бизнес. Смогу сказать одно, что шоу-бизнеса в Перми нет, и с таким отношением event-агентств его долго еще не будет. А также с таким же отношением коммерческим, наверное, очень многих направлений, любых направлений, будь это танцевальные направления, музыкальные, вокальные направления, к сожалению, нет. Потому что он стал шоу-бизом, внутри шоу-биза они сами текут в своем течении. Клорианцы. Да, яркий пример, который устраивает для себя сами вечеринки. И, к сожалению, реальных молодых исполнителей, неважно в каком направлении, там не показывалось. Я была свидетелем нескольких флорианов, пыталась заставить себя, может, определить какие-то артистов для себя выбрать. К сожалению, я поняла, что это просто вечеринка для вечеринки или сами для себя. Такой шоу-биз для шоу-биза меня совершенно не устраивает. И, к сожалению, та продажа, которая, допустим, в том направлении, в котором я живу, ночных клубов, они для меня совершенно не подходят. У меня свой шоу-биз. А как так они разграничены? В Москве же все слитно как-то? Нет, в Москве совершенно не так. В Москве тоже существует, во-первых, несколько уровней шоу-биза. Тот шоу-биз, который мы видим на экранах, он совершенно другой, можно его так назвать. Наверное, можно. Они ведут себя по-другому, эти люди. А тот шоу-биз, который существует внутри также клубов, вы ко мне, допустим, приезжали, когда я была в Москве арт-директором одной из клубов, ко мне также приезжали артисты, которых вы, наверное, никогда не увидите. И они очень одаренные. И так как они поют, как танцуют, но у них своя стезя, и, к сожалению, их уровень развития, они большего не хотят. Они один раз заработали и побежали дальше. Вот с таким, ну, это не шоу-биз, а, наверное, своя каша. Она очень интересна. Александр, вот вы бывали же в Горном Крустале? Честно, бывал. Честно, не однократно? Ну, очень, да, очень хорошее, приятное заведение, почему бы там не побывать. Как вам арт-программа, Саша? Слушай, я все выкаю. А как тебе эта шоу-программа, которая проходит в Горном Крустале? Честно, на какие-то концерты артистов я не ездил. Я был непосредственно на мероприятиях, которые проходят ночью, то есть там с резидентами клуба, с диджеями, с какой-то танцевальной программой. Очень уютная, довольно-таки комфортная обстановка, очень хорошего качества девочки-танцовщицы. Ну, как-то вот так вот. Знаешь, можно тоже уже, на ты очень сложно общаться. Нет, вот в понимании того клуба, который я создала вместе со своей командой, нет понятия развлекательной программы внутри. Вот есть стандарты, которые приписаны нам, наверное, Европой. И в данной ситуации перенесла их немножко на ментальность нашего города. Что нужно нашим людям, да? Им нужно веселье, им нужна кайфовая атмосфера. Уютная. Уютная, чтобы было вот так, как вот все хочется. Знаешь, зрелище пива, грубо говоря, да, это немножко для других заведений. Формата там, не знаю, паб, либо это тот, кто выбирает другой формат. Конкретно, если говорить за горный хрусталь и за Crystal Room, да, так как это все-таки развлекательный комплекс горный хрусталь теперь стал, то у нас вот так вот прийти и ждать, что сейчас тебя клоуны веселить будут, ну, грубо говоря, да, или там мыльные пузыри полетят, не стоит. Это будет какая-то специальная тематическая вечеринка, она будет определенным образом названа. Не более того. Вот, если есть стандартная вечеринка, то это диджеи-резиденты, какой-то гость, да, в определенный привычный всем период с двух до четырех. И мои самые замечательные, самые красивые девочки, которых я очень люблю и ценю. И ту хореографию, которую мы им выбрали, предоставили, великолепного хореографа. Вот я стараюсь вот это качество. Пермские девочки. Пермские девочки. То есть вы берете пермский шоу-бизнес к себе на работу? Это не шоу-бизнес, а разделе грани. Понимаешь, давай сделаем так. Вот я, будучи профессиональным танцовщиком, да, бальных танцев, танцовщицей бальных танцев, если бы я пошла зарабатывать деньги в том формате, который сейчас мне предоставляют, да, при какой-то непонятной надуманной конкуренции, и говоря о том, что там какие-то вещи, выставляя какие-то условия, вот участвует там Флориан, там еще что-то, еще что-то, еще что-то, да, там в чосах каких-то новогодних по ресторанам, я бы, наверное, поняла, что это не для меня. Но если это называется шоу-бизом, то простите. Для меня шоу-бизом – это когда каждая стезя, которая у тебя есть, связь в определенных кругах в Москве, в артистических, да, когда у тебя идет понимание по щелчку с любой с твоей командой, да, которая там за что-то либо отвечает. Вот это шоу-биз. Вот это когда вы приходите и получаете тот результат. Оно шоу, а это наш бизнес. Можно я, да, добавлю? Мы не слишком глубоко вообще об этом смотрим, потому что шоу-бизнес – это всего лишь зарабатывание денег на шоу. И кто как умеет, то так и зарабатывает. Я говорю, вот шоу, а вот бизнес. Кто-то зарабатывает с качественным уровнем, кто-то зарабатывает с твоим любимым выражением уровня, там, ну, скажи, свадьбы, жбели и покороны. Вот, да, да. Вот и все. Я называю «Порвали баян». По факту это зарабатывание денег на шоу. Просто кто какое шоу делает. Опошленное мнение совершенно. Да, 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 да. Они смотрят на Москву и пародируют эту Москву, то есть вот только эффектом. Только эффектом, да. И все, то есть картинка фантиков. Нет, ты знаешь, я не могу сказать, что у меня в Горном Хрустале, либо в Кристалруме, какой-то другой мирок, что я тут им принесла Москву, там пародию на Сохорумс, грубо говоря, да. И вот ловите подачу, смотрите, как надо работать и что нужно делать. Совершенно не так. То есть просто я пытаюсь соблюсти это качество. Когда начинали… Хотелось бы просто узнать, да, там, можно назвать фамилию или нет, потому что, допустим… Называй. Вот, например, когда я начинала работать Паша, да, Краш, в тот момент я его любила. Я сейчас его люблю как человека, но то, что пошло вот это вот клонирование некачественное, вот его я позову станцевать, но вот этих клонов не позову, потому что мне то качество, которое пошло, не нравится. И старый состав я позову танцевать, потому что я знаю, что если, ребята, скажу, первая минута связка, а потом импровиз, и они станцуют, станцуют так, как я захочу. Вот это да, это может быть для меня шоу. Ребята, которые приходили как раз от Паши, они говорили, что они все-таки представители шоу-бизнеса, и чтобы он развился в Перми, стал действительно шоу-бизнес по-пермски, гордо звучал, им не хватает продюсеров. Может быть, вам стать продюсерами? Может, под себя делать звезд, штамповать их? Басковых там повали? Мы арт-директора клубов, которые существуют у нас в Перми, качественных клубов. Не люблю, не хочу перечислять, это мои личные мнения. Мы сами по себе продюсеры, понимаешь? Мы просто не называемся конкретно так. Вообще понятия арт-директора во всем мире нет, только в России. Это продюсер проекта во всем мире называется. Я продюсирую, то есть у меня есть состав. Давай на девочках даже коснемся, если вот танцевальная тема нам сейчас в данный момент ближе. Кастинг провели, отобрали, обучили, продвинули, создали название проекта. Сделали так, чтобы девочки везде поучаствовали. Где-то интернет-голосование, девочки даже об этом не знают, что они участвуют в этих голосованиях. У меня есть две девочки, которые заслуживают. Одна десятка входит лучших. Россия, танцовщиц, да, Анечка. Другая, просто подальше, да, там, на 17-м месте. Россия, и это уже не говорится о том, вот оно пошло продюсирование. Кто не знает, допустим, да, понятно, они не зарабатывают деньги, они ездят по другим клубам, да, они зарабатывают деньги вот таким образом. Хотя у нас получилось за, в феврале нам год, и за этот период у нас 60 антре номеров, которые там продолжительницы полторы-две минуты. А попасть к вам вообще можно, вот, девочки Александра? То есть они могут, то есть он может предоставить там свои услуги вашему клубу? Ну, смотрите, такая ситуация, я уже, наверное, повторюсь. Когда я буду делать какую-то тематическую вечеринку, я, возможно, приглашу, потому что нагружать своих девочек, к сожалению, не успею, да, ни костюмами какими-то дополнительными, если есть какая-то, да, там, тематика, костюм и так далее, я, естественно, позову, да, и то будут какие-то мои просьбы, какие-то доделки. Еще я отношусь к этому так, но в силу того, что я знаю старые, допустим, танцы Паши, да, мне не надо говорить о том, что, там, Паш, покажи мне танец, сейчас приеду, там, расскажи, опиши или там видео мне выкинь, чтобы я посмотрела. В данной ситуации я общаюсь конкретно так, я хочу увидеть видео, и потом уже свои комментарии. Если пойдет на контакт со мной исполнитель и скажет, да, окей, мы под тебя все сделаем, да, без проблем. Тут очень простая система, если, скажем, девочки, которых мы обучаем, да, ну, в принципе, у нас единственная задача – обучить их и как-то дать дальнейшее развитие. Если девочки сами пожелают поучаствовать где-то в кастинге или еще что-то, очень только будем рады за них. Или же есть второй вариант, грубо говоря, Анастасия может ко мне обратиться и сказать, мне техническое задание, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Сможете сделать? Сможем. Я со своими девочками делаю костюмы, танцы, постановку, прически, цвет волос и так далее, предоставляю, если ей нравится, она этот товар забирает. Ну, нельзя так говорить, конечно, но… Да, это так и есть на самом деле. Услуга, это же бизнес, ну, господи, ну, товар, продукт. Нет, корпоративы с ночными клубами не путают, пойми, только одно, что в данной ситуации, допустим, наша площадка, она свободна, она по выходным, ой, по будням она свободна, да, и там проводятся корпоративы, и иногда нас просят организовать, иногда сами приводят, да, к нам на площадку организаторов, ивент-агентств. Тут другая ситуация, вот, тут немножко, наверное, вот шоу-биз разграничится сейчас тем, что вот позвонили, заказали номер, а что там костюмы-то какие? А, ну ладно, давай, приезжай. Все, никакой темы, ничего, день рождения, а, ну, у меня есть день рождения, или там белое платье, там… Так вот, я к тому же и говорю, что первое, что у шоу-биза нет, это свадьбы, корпоративы, похороны. Да. И уровень дворцов, культур, домов. А, они называются так, да, да, да. Дом творчества, и, к сожалению, это так будет пока отношение, скажем так, тех людей, которые пытаются сказать, что они создатели этого шоу-бизнеса, не будем называть этого имени, это будет дальше продолжаться. Дело не в продюсерах, дело в тех людях, которые портят все. А может быть им стоит… Да, говори. Друзья, почему нельзя на уровне и на качестве дома творчества делать деньги? Почему нельзя? Никто не запрещает. Друзья, ты есть шоу-бизнес. Да, вот я к тому же, Анастасия, я поняла. Мы все пытаемся убить шоу-бизнес, как шоу-бизнес, но… Да я не пытаюсь его убить. Его зачем убивать того, кого нет? Мы должны, наверное, говорить о качестве шоу-бизнеса. Мы должны говорить о проблемах и о перспективах развития. Есть ли вообще возможность впереди ему подняться и появиться, зародиться там в качестве, хотя бы, там, однолетнего ребенка? С другой стороны, мы очень так с тобой, ой, смешно рассуждаем, я могу сказать так, что шоу-бизнес на уровне Перми, он есть. Ну, его можно называть шоу-бизнесом и домотворчества, и все что угодно. Вы хотите пермский шоу-бизнес? Пермский шоу-бизнес, да. Так это ржачь-то. Так пускай будет. Кто хочет, вот пусть в этой ржачьей варится, понимаешь? А дальше уже дело каждого. Нет, каждый человек варится вот в этом, да, вот в этом свойстве. Кто-то варится в этом, потому что он считает, все, у меня дальше нет предела, я вот здесь самый лучший. А кто-то варится, потому что, ну, это лишь очередная ступенька для дальнейшего времени. А если ты еще испортишь отношения с этим пермским шоу-бизнесом? То вообще никаких дорог не будет. Никаких дорог не будет. Причем дело не в том, что там тебе… Господи, а какие дороги-то? Ну, по крайней мере, смотри, тут все завязано на ивенте. На площадке выступают. То есть, грубо говоря, фестиваль творчества. Садятся ивентщики, шоу, массовики-затейники, я так назову некоторых ведущих, еще кто-то-либо, которые организуют вот эти корпоративы похороны свадьбы. Танцуют, поют, веселят. Вот если бы ты этим людям нагадил, вот как-то неправильно, которые выбирают этих людей, тебе дальше дороги не будет. Если бы ты хотя бы один раз показал к этим людям, не улыбнулся лишний раз, отношения как-то неправильно показал, все. Ты изгнанный человек. Боже, прям взял и Пугачёвы такие сидят. Нет, тут другая немножко. Клановость. Клановость, да. Вот это вот стадное мышление. Вот это уровни, простите, я Пермь люблю. Это мой родной город. Но если человек из, как скажем, не люблю сплетни, склоки, вот это вот все, я ненавижу вариться в этой грязи и в этом говне, простите. Ну да, ничего, можно запикать. Запикать. Эфир привод запикать. А это получается, вот у него вот это вот, там вот эти вот осы, пчелы, вот это вот, что-то непонятное, вот они варят со своей кашей, они что-то обсуждают, кого-то обсасывают, все. О, круто, получился фестиваль. Замечательно живете. Вот в этом и есть вся проблема, то, что шоу-бизнес не растет у нас, а потому что он вот в этом вот... Да мы уже обговаривали, что шоу-бизнес это все-таки медиаузнаваемые лица, а их в Перми-то нет. Может быть творить скандалы, вот тут вот у меня распечатки, дорогие зрители, подключайтесь к нашей беседе, страничка ВКонтакте, Уралин Форум ТВ, пишите, ваши вопросы отметим. Скандал очередной. Филипп Киркоров вместе с Ксенией Собчак, грубо говоря, обосрали концерт Тимати, на котором не было зрителей, там Тимати снова оправдывался, говорил, что Киркоров все это заказал. Неправда. Вот вообще неправда. Вот знаешь, на самом деле вот это вот сплетня. Может такие же скандалы творить? Это сплетня. Ну нет, понимаешь, давай не будем опускаться до уровня вот как раз того, как это... Черный пиар, черная реклама. Это все просто выдумка, раздувка. Вот смотри даже ситуацию. Я знаю, что у Тимати все прошло великолепно. Шикарнейший концерт, куча народа. Вот конкретно я тебе могу сказать, что это раздутая фигня. Либо это заказная, либо просто, что пошумели, потому что это нужно. После концерта не надо говорить всегда хорошо. Даже на примере нашего клуба я тебе могу сказать, что процентов 30 после концертов выходит и не понимает, зачем они пришли. Кто там выступал? Потому что вот каждому не объяснишь. Допустим, один из примеров нашего фестиваля, который впервые прошел вообще на Урале, и выбрали наш город, наш клуб. Говорить можно? Да. Дискач, да, фирменная вечеринка. В течение полутора месяцев, говорилось, во время всех реклам, всех прямых эфиров, это фестиваль. Запускались спамовские видео, что это фестиваль. В конце концов, результат хочешь? Фестиваль. Спели все по несколько песен, кто был участниками, да? До сих пор склоки, чуть ли не возвращайте нам деньги, мы шли на концерт, руки вверх. Ребят, это фестиваль. То есть это бред. Тут такая же ситуация. Мы это проглатываем, мы на это совершенно не реагируем. Про нас поговорили, и плохое, и хорошее. Куча хорошего, куча плохого. Ничего страшного, но мы живем дальше. Мы на это не обращаем внимания. Может быть, совет пернскому шоу-бизу дать, чтобы они творили вот такое же... Да не надо, они как раз этим и живут. Распечатка. 11 декабря. Сердючко сыграет красную шапочку на канале Россия. Брежнева бросила Кипермана, потому что не любила. Макаревич отпраздновал 50-летие на сцене в Москве. Картоси подвернил информацию о закрытии МТВ. Может быть, вот таким же заняться все-таки? Я не знаю, куда впускать. В районные газеты эту информацию. Там у них наоборот такая ситуация. И от них многие вменяемые люди и коллективы отвернулись из-за того, что они как раз кипят в собственном вот этом вот. Так только ведь собственного, может быть, публичку выносится, понимаешь? Да я вот ни разу не слышу. И вот я тебе могу сказать, вот если еще раз я когда-нибудь трону эту ситуацию, да, вот реально физически ее трону, фестиваль проходил у нас, я тебе могу сказать, что я больше не хочу. Ой, пахнуть устало, честно. Давайте обгадили. Вообще, черная реклама или черный пиар, он очень действенен и очень качественный. Но им нужно правильно воспользоваться. Я боюсь, что если просто бесконтрольно его пустить в пермский шоу-бизнес, это превратится в такую, да, у нас. Это надо очень контролировать. Артисты, певцы, я не знаю, там, пародисты. Бывали ли у вас в клубах, зовете ли вы? Новый год близится, будете ли звать? Я всегда, я всегда. Я работаю со Светой Ведельниковой, великолепная, талантливая, лояльная, гибкая. Я очень люблю, я не люблю, чтобы со мной спорили. Я очень четкая в своих задачах, я хочу, чтобы их выполняли, очень строго. Поэтому, да, поэтому, кто ко мне приспосабливается, тот со мной и работает. Паша, да, Краш, Тунеков, Андрюха. Мы лет в 16 вместе работаем. Я никогда от этих ребят, они меня понимают с полуслова. Новичков терпеть не могу, не хочу с ними работать. Я надеюсь, что когда-то появится талантливый молодой человек или девушка, которые смогут принять меня, и я его приму, да, и буду работать так, как я хочу. Но талантливый тех людей, которыми я работаю. Дмитрий Скорницкий, организатор, он и ведущий организатор, да, тех вечеринок, которые я хочу. И он выполняет все, что я прошу. Это очень здорово, когда вот на полуслова друг друга понимаем. Да, мы работаем. А давай совет артистам дадим. Как сделать так, чтобы вот засветиться, понравиться вам? Да, у меня такой же вопрос. Что нужно сделать? Потому что если артист молодой и новенький, его пока не пощупаешь, ни на чем-то не обождешься, ты не поймешь, он вообще трудоспособный или нет? Как с новеньким быть? Я ненавижу спам-рекламу. Я ненавижу, когда меня преследуют или через кого-то действуют. Ну, преследуют, когда приходят в кабинет, это уже несколько раз было и так далее. Я не люблю, когда через мое руководство обращаются, чтобы я кого-то отслушала или отсмотрела. Проще это когда, допустим, во время вечеринки выделиться как-то. Так я взяла себе двух девочек гоу-гоу. Или со Светой Ведерниковой попела девочка на бэк-вокале. Просто попросилась. Просто попросилась. Я хочу. Я ее заметила. Вот это круто. Ну, и плюс к этому, это, естественно, не якать и не быть звездой. У нас звезд нет. И я в том числе не звезда. Так что вот со мной вести так себя не надо. То есть все просто работаем? Просто работаем. Четко, ясно и понятно. Ненавижу, когда люди попадают. Так и вот вопрос, соответственно. Вот молодой человек, певец или танцор, неважно, танцовщик, да, там. Вот как ему попасть, если, ну, не знаю, как ему засветиться в Перми, если медиа, ему ресурсы недоступны? Очень просто. В клубы просто так не пустят. Да, я рассказываю. Есть такая, ну, по крайней мере, в силу того, что у нас все-таки на высоком уровне все сделано, да, то у нас есть вахта, на которую мне очень много ребят приносят DVD-записи каких-то. Если просто я, уже многие знают, что я не отсматриваю спам, ВКонтакте и так далее, мне приносят DVD или там CD, где записано или музыка, или видео, или еще что-то. И вот это я обязательно отсматриваю, потому что это мне нужно. Я всегда обновляю кровь, мне это надо. Да, либо добавляю свежее крови, потому что я люблю очень конкуренцию, и у людей они лучше начинают работать. Вот так, да, это я принимаю. Это вы для себя, вот у нас спрашивает Татьяна Датская, где искать продюсера или директора для музыкальной группы, чтобы выйти на российский уровень? Все, хотелось стать звездами. Да, в Москве, конечно. Ну, можно в Питере посмотреть тоже. Ну, то есть за пределами Перми, точно не в Перми. Ну, наверное, кроме Петербурга и Москвы нету таких городов. Приехать туда через постель, возможно, там далеко на Востоке. И через постель. Нет, зачем такие глупости советуешь? Нет, встречала вживую хороших, замечательных продюсеров, неименитых, которые очень за кулисами делают хорошие вещи. Просто тут, сколько я не сталкиваюсь, то глупость, наверное, потом самого артиста теряется у продюсеров и арт-директоров, букинг-менеджеров. Знаешь, от отношения артиста к нему теряется мотивация продвигать на российский уровень. То есть он высосал его на уровне Москвы. Обычно как получается, его запускают на уровне Москвы или там Москва-Питер. И потом пошла спамская или там интернет-реклама. Да, окей, все. В России заметили, схавали, пошло дальше. Там запись, аудио, там ротация на радио, ротация на телеканалах и так далее. То есть да, то есть вот таким образом. Многие себя сжирают, то есть они там засветились в двух-трех клубах, там съели маленькую площадку. Я не могу сказать, что это клуб Б2, да. Для меня это маленькая концертная площадка, это вот где любят выступать, кстати, очень хорошие артисты. Ну у всех есть артистов-продюсеры или нет? Нет, не у всех. У меня вот спор заходил, что мне молодые ребята, которые сидят в ВКонтакте и пишут какие-то дома рэп-музыку вот эту вот, они все говорят, что все рэперы без продюсеров, что сами все продвинулись. И у них получат через YouTube, через ВКонтакт вот этот вот спам засылать. Так и есть. Ну, как же тебе объяснить? Есть, если у мозги есть. То есть если куфло гонит, то вообще никак? Нет, может он гнать офигенную музыку и читать самые лучшие рэпы и там выдавать лучшие биты, но если у тебя мозгов в себя продвинуть нет, то нет. Понимаешь, закинуть на YouTube видео, это еще ничего не значит. А вот близится Новый год. Мы провели, как всегда, дорогие зрители, участвуйте в наших опросах. Где празднуем Новый год? 54% из 100 опрошенных ответили, что дома в кругу семьи. С друзьями у кого-то дома 20%, по традиции сплю 16%, конец света, покажут, кто не будет отвечать 8%. И самое отличное. А в ночном клубе с артистами шоу 0. Мы делали свой опрос. Что показал? У нас получилось на равных. То есть мы делали свой опрос, знаешь, каким образом? Горный хрусталь, да, тут же вопрос. Горный хрусталь, дома с родителями, с любимыми, близкими, никуда не пойду. И какой-то был четвертый. К сожалению, не помню. У нас получилось дома с родителями где-то 57%. В силу того, что мы делали это в группе горного хрусталя, то у нас получилось где-то процентов 38%, и все оставшееся разбилось. Но я могу сказать так, если анализировать по нашим клубам, развлекательному комплексу, то у нас уже полтора месяца тому назад все стволы проданы, поэтому... Проданы на Новый год? Конечно. Давайте, вот многие зрители интересуются. Интересуются, недавно прошла печальная годовщина хромовой лошади. Как можно идти вообще в ночные клубы, пиротехника, Новый год? Как выбрать вообще место? Стоит ли? Запрещена пиротехника. Ты знаешь, наверное, довериться той волне, которая прошла, после которой были проверки. Единственное, довериться, наверное, тому клубу, куда ты идешь. Или прозвонить, узнать информацию, что планируется. Потому что всего... Я уже отвечала тебе, наверное, на этот вопрос. Всего того, что мы, наверное, с мозгами все, и мы бережем свою репутацию, очень трудно было выбиться нам. У нас в голову, например, не приходят даже вот эти вот, как они называются, маленькие... Бенгальские огни. Бенгальские огни. То есть все безопасно. Да. То есть мы это все вообще... Ну, вот новогоднюю тематику хотелось бы продолжить с Иваном Акуловым. Это пермский певец, который не перечисляет себя к шоу-бизнесу никому образом. Просто любит петь. Мальчик зарабатывает такими временами деньги. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, у меня в гостях в прямом эфире Анастасия Бармина, арт-директор клуба «Горный хрусталь», и Александр Лобанов, продюсер школы клубных управлений танца «Джейс Сан». Ваня, хочу узнать, скажи, вот, вот, ты работаешь в ночных клубах, где ты вообще работаешь как артист? Я работаю по кафе, по банкетам. То есть свадьбы, юбилей, похороны? Да, да, да. А есть желание вообще продвинуться куда-то выше? Так а с чем продвигаться-то? То есть тебе все устраивает? С творчеством, со своим. С творчеством, да. Какие элементы, кроме сети ВКонтакте, ты используешь для того, чтобы вот... Может быть, к Анастасии следует подать свой диск, пока она тут пользуется моментом? Нет, ну диск есть. Если я, допустим, работаю, пою в кафе, я, получается, кабанский певец. У меня репертуар разнообразный. А если, допустим, горный хрустальд, правильно там говорят, тематические вечеринки, то есть определенная нужна концертная программа. Ну тебе же могут заказать ее. Это две, я считаю, тоже большие разницы. Анастасия с тобой согласилась. Нет, допустим, нам Бог. И концертная программа. Долина тоже же раньше пела джаз, а стала эстрадной певицей. А приспособиться, допустим, вот сейчас идет веяние, да. Очень многие диджеи, занимающиеся раньше одним направлением музыки и принципиальничали в этом плане, сейчас выбрали так, что становятся универсалами, потому что очень сложно стало в одном направлении музыки играть. И они стали непродажными. Вот, допустим, с веянием музыки, с веянием тенденций в развитии конкретно клубного бизнеса, ресторанного бизнеса, ты бы готов был поменяться и стать универсальным. Ну, грубо говоря, там, ремейки, ремиксы каких-то известных старых композиций, но в современной обработке. Ну, к этому нужно подходить ответственнее, качественнее. Ну, понимает, понимает. Есть и слово качество на данный момент, да. Нет, тут вопрос, что надо подходить, у человека нет желания выйти. Так у тебя есть желание или нет? Да, то есть нет номеров. Даже на том же флориане выйти выступить, я даже не знаю, что спеть. Про Новый год что-то. Дай пять, Ваня. Я тоже не знаю, что спеть там. Мне нужен номер какой-то. А быть, как все, это вот блютина. Правда ведь? Ну, это да, я конечно... Ну, у тебя желание-то есть куда-то дальше? Что тебя устраивает сейчас? Нет, у меня есть желание тем, что мне нравится. А что мне нравится, это просто нужно найти единомышленников. Ну, ясно. И найти определенную публику. Все, ясно. Вань, тебе удачи в новогодних корпоративах. И еще созвонимся, увидимся. Что? Не расслышал. Удачи, говорю, на новогодних корпоративах. Увидимся, еще спишемся. Пока-пока. Хорошо, спасибо. Может быть, вот в этом и есть проблема? Развиваться не хотят? Да. А может быть, бояться ни с кем, нигде. Да почему? Ну, ты единомышленник. Есть что-то, ну, вот пришел единомышленник и сказал... Вань, давай, вот я твой единомышленник. И чего дальше? Вот, 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 да. А вот какой совет дадите вот вы, там, деятели искусства и культуры, так скажем, нашим зрителям, которые готовятся к Новому году? Что им нужно сделать? Как выбрать, вот, клуб, как выбрать артистов, если они празднуют корпоратив, там, через журнал «Артист» или как? Терпеть не могу этот журнал просто, вот, ну, ничего. Можно, я там начну первый. Я, ну, уже по возрасту опытный и так далее. Вот у меня сейчас одно видение. Нет, саму новогоднюю ночь нужно встречать правильно, красиво в семье родственников, любимого человека, как-то так дома. Но первого числа... Настя давно не отвечала дома. С утра где-то часов в восемь или в девять нужно начинать вот это по полной прожигать новогодние каникулы. Числа до седьмого у нас сейчас, да? Вот, до, ну, до пятого, чтобы потом прийти в себя и следить. Ваш рецепт хорош с Нового года. Дома. Дома с родными и близкими. В глазах десять лет не была дома. Да, да, это так и было. Честно, дома, и я бы сама бы выбрала, если бы не работа дома. Но вот то, что... Вот сил хватит, вот после четырёх-пяти, ну, даже после восьми, рвите когти, отдыхайте, отрывайтесь. Потому что всё равно хочется увидеть всех и друзей, и так далее. Вот Анрей-то пошёл. А до этого момента самое святое, вступите с чистыми, искренними чувствами близких людей и так далее. Самое главное пожелание – это не пренебрегать алкоголем, наркотиками и другими веществами, которые портят наш светлый разум. Будем жить в мире, в здравии. Это новогоднее такое пожелание. Будьте все здоровы и счастливы. Хорошие пожелания. Я думаю, до Нового года мы ещё с вами встретимся, дорогие друзья. В гостях сегодня в интернете студии телеканала Уралинформ.ТВ были замечательные гости, с которыми было действительно интересно впервые пообщаться. Анастасия Бармина, арт-директор клуба «Горный хрусталь». Всё там раскуплено, так что можете даже не рыпаться, я так полагаю. Приходите просто. Да, пригодите просто. Приходите просто, Александр Лобанов, смотрите на его девочек, которые танцуют. И смотрите наш канал, интернет-эфир, программу «Шоу-биз по-пермски». Мы распластаем из всех, узнаем все проблемы и скажем, что их действительно нет. Всего доброго, спасибо, пока-пока.